Здравствуйте, в эфире программа Трибуна в студии Владимир Нестеров и сегодня обсуждаем реформу здравоохранения. И у нас в гостях сенатора Смоленской области, заместитель председателя комитета СССР по социальной политике Людмила Козлова. Людмила Вячеславовна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, реформа здравоохранения. Большое количество отзывов об этой реформе поступает от россиян. Люди не привыкли менять устоявшийся образ жизни. Обычно эти отзывы не носят положительный характер. Насколько эти опасения оправданы? Ну, прежде всего, давайте начнем с того, что такое реформа и нужна ли она. Однозначно, я считаю, что реформа здравоохранения нужна. А тут даже не может быть никакого мнения. Но целью любой реформы является улучшение качества оказания медицинской помощи и повышение ее доступности. Что же предлагают реформаторы в результате этой реформы? Вроде бы благая цель – это сделать чуть менее затратный лечение больных и поэтому перенести многие виды лечения со стационарной помощью, которая значительно дороже обходится в амбулаторно-поликлиническое звено. Вы знаете, против этого я совершенно не могу выступить. И это неправильно, если я выступала. Это правильно сделать. Но какими методами это делают и как это делают? Вот на примере даже той реформы, которая в Москве проходит и которая вызвала такую негативную реакцию медицинской общественности и прежде всего врачей, что, знаете, это уже вышло за рамки просто мегаполиса Москвы. Во-первых, всегда, когда нет прозрачности, нет широкого обсуждения, уже начинаешь понимать, что люди сами понимают, что не все так гладко, поэтому концы в воду прячут, поэтому не обсуждают. Надо начинать не с разрушения стационарного звена, а с подготовки амбулаторно-поликлинического звена. Вот когда бы оно было подготовлено, принять на себя оказание качественной помощи населению и доступность ее бы не снижалась, вот тогда можно сокращать койки. А у нас сделали что? Сократили койки, не подготовив амбулаторно-поликлиническое звено. Вот это, я считаю, глобальные ошибки. Сколько лет я проработала, это за период моей деятельности трудовой, это первая, в общем-то, акция масштабная такая. Врачи привыкли терпеть и за мизерное вознаграждение работать. Зарплаты ведь всегда были низкими, но никогда не имели такой, врачи, я имею в виду, не имели такой низкий социальный статус, как они имеют сейчас. Здоровье – это такой очень важный фактор человеческой жизни, да, это как воздух, это как, собственно говоря, питание, да, говорят же, было бы здоровье, а все остальное будет. И, конечно, когда речь идет о сокращении медицинского персонала, когда речь идет о том, то просто о любой реформе здравоохранения, люди всегда относятся к этому настороженно и всегда с какой-то определенной долей беспокойства. Особенно сейчас, раз уж мы затронули московскую тему, когда был сокращен медперсонал и были сокращены специалисты в большом количестве, появились такие опасения, что хватит ли докторов на такое количество пациентов, которые сейчас есть, допустим, в той же самой Москве. Вот как сохранить баланс? Ведь не секрет то, что попасть к врачу на прием – это целая история, так просто не придешь и не попадешь. Вы знаете, вот что меня печалит, это снижение доступности, снижение качества оказания медицинской помощи. Ну вот давайте подумаем, почему это происходит. Нам говорят о том, что у нас переизбыток врачей. Переизбыток по отношению к чему? И ссылаются на западные страны. Но возмущает меня крайне это. Ведь количество врачебных, да и вообще правильнее количество медработников, тут врачебных и среднего звена медицинских работников, определяется прежде всего состоянием здоровья людей. И если у нас, вот ссылаются на западные страны, если там состояние здоровья лучше, там и продолжительность жизни до недавнего времени была значительно выше нашей. Поставлена задача сохранения и укрепления здоровья населения. Я считаю, это, знаете, можно расценить как именно критерий национальной безопасности страны. Ну никак иначе. Да, и поэтому, конечно, надо уделять большое внимание. И любое сокращение, оно должно, прежде чем сократить, я должна взвесить все, понимаете, за и против. И посмотреть, хватит ли действительно возможности у такого количества врачей обеспечить повышение уровня здоровья или, в крайнем случае, его сохранение хотя бы, но не ухудшение, которое регистрируется на протяжении последнего времени. Это один вопрос. Второй вопрос по поводу платности. Есть хорошая русская пословица. Семь раз отмерь, прежде чем раз отрезать. Вот этого не сделали, когда я говорила о реформах. И не сделали тогда, когда предложили России переход на новую систему страховую медицину. Вот надо было действительно взвесить все за и против и понять, что Россия с ее огромной территорией, с низкой плотностью на большинстве территорий, с низкой плотностью населения, это весь Дальний Восток, это Алтай, это Сибирь, с плохими дорогами она изначально будет менее доступной и дорогой. Вот, пожалуйста, американцы, они работают в условиях страховой медицины. И что? Все знают, такого количества денег, которые затрачивают американцы на систему здравоохранения, никто не тратит. То есть она очень затратная. Пожалуйста, возьмите Великобританию, Канаду, там бюджетное финансирование. И эффективность их системы выше, чем при больших тратах эффективность системы американцев. Значит, вот взвесить то, что я сказала, и вот это, и подождать, повременить, переходить на страховую медицину. И вот сейчас то сокращение, которое идет, и персоналы, и вот ликвидация этих больниц, я считаю, ну, ошибочным. Это, в общем-то, сейчас это ошибочное действие. И далее нарастание платности медицинских услуг. Это последствия вот такого перехода на страховую медицину. Это мы пожинаем плоды ее. И, конечно, в этих условиях, я хочу сказать, вот предъявляют много претензий Министерству здравоохранения нашему, но им очень трудно. И в данном случае, я считаю, надо не предъявлять претензии, а участвовать в том и помогать Министерству решать многие проблемы. Я всегда говорю о том, что у любого там мэра, главы там администрации, если взять муниципальное образование, у премьер-министра, у президентов должна быть хорошая команда, профессиональная и прочее, которая не просто вот обосновывает и говорит, вот мы так считаем, и прочее. Мы так считаем и прогнозирует, и сразу дает прогноз. Вот тогда только минимизация ошибок и минимизация негативных последствий, если их предусмотреть. Это как та же болезнь. Болезнь легче предупредить, нежели лечить. Тогда можно было бы, конечно, избежать некоторых таких вот негативных последствий, которые дорого обходятся. Первое – пациентам, второе – государству. И в целом не решают проблемы. Я сейчас вам приведу пример издержек негативных, я считаю, последствий страховой медицины. И эти последствия являются, эти издержки, вернее, являются основанием для того, что у нас нередко молодые перспективные доктора уходят из медицины. А именно. Вот посмотрите, что хорошего было в нашей медицине. Ну, во-первых, всегда она славилась в советской медицине. Всегда она славилась своей профилактической направленностью. И мы формировали у студентов клиническое мышление. Наши врачи были, знаете, больницы были менее оснащенными по сравнению с Западом. Но врачи у нас были, не уступали по профессионализму западному и даже превосходили их. Почему? Вот поступает, например, сейчас больной. Поступает человек среднего возраста с пневмонией, с воспалением легких. Так я скажу. И что сейчас мы должны лечить, как по подходу соблюдать страховые медицины? Стандарт есть при пневмонии. Вот ты должен вот это обследование провести, это лечение, и все. Ну, хорошо. Этот человек прожил, допустим, 50 лет уже. У него избыточная масса. И мы всегда говорили, если поступает такой человек, то вы должны что сделать? Лечить воспаление легких и параллельно обязательно обследовать и определить, он же склонен к полноте, и определить уровень холестерина, уровень сахара в крови. У него может быть начало и сахарного диабета второго типа. Или, например, нарушено, есть такое состояние, толерантность к глюкозе. То есть это преддиабет фактически. Можно применить мероприятие, диабет не разовьется. Сделать кардиограмму. А может быть даже, если вот мы сделали, определили уровень сахара, есть показания для проведения профиля сахара определить, это гликемический профиль называется, или гликемическая кривая. То есть есть элементарная формула мероприятия, которую необходимо сделать. И это надо сделать, если врач разумный, хороший и профессионал. И если у него есть то, что мы назвали клиническим мышлением. Сейчас же, если это сделаешь, то на этого врача предъявят к нему штрафные санкции страховики. Потому что это не входит в стандарт. Понимание воспаления легких. В стандарт, да, всё. И поэтому всё остальное, пусть он выписывается, дальше приходит и дальше будет лечиться. Слушайте, ну кто будет, когда он по-остальному считает себя здоровым? Ведь ранняя диагностика сахарного диабета, это фактически можно обойтись без медикаментов. И осложнения не разовьются. Понимаете, вот этого я не приемлю. Это издержки. И некоторые уходят и говорят, мы не можем в глаза пациентам смотреть, потому что я считаю, вот надо сделать полностью. И даже говорят мне, Людмила Вячеславовна, вы учили нас в клиническом мышлении, никому оно сейчас не нужно. Мне очень печально слышать вот это. У меня есть своё видение проблемы. Я обговорила его и с министром здравоохранения, нашла понимание и постараемся как-то нивелировать вот эти все негативные моменты и последствия. Большое спасибо, Людмила Вячеславовна. С вами была программа «Трибуна». И я напомню, что у нас в гостях сегодня была сенатор от Смоленской области, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Людмила Козлова. Продолжение следует...